Здравствуйте! В эфире программа «Важный день» в студии Оксана Гуцайт. Боевики самопровозглашенной ДНР хотят созвать экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы одобрить введение миротворческого контингента, в том числе и российского. Тем временем из Федерации продолжают идти колонны бронетехники и автобусы с личным составом, а эксперты говорят, что террористы меняют тактику и будут действовать малыми группами. Учить их опять же будут инструктора из все той же России. В Кремле свое причастие к этому, как всегда, отрицают и советуют Европе исключить США из НАТО. Говорят, тогда во всем будет порядок. Об этих и других новостях с фронта мы будем говорить сегодня с нашими гостями. Здравствуйте! Добрый вечер! У нас в гостях сегодня Игорь Романенко, военный эксперт, профессор, доктор технических наук, генерал-лейтенант запаса. И Иван Якубец, член экспертного совета Центра исследований армии, конверсий и разоружения, командующий Воздушно-десантных войск Украины 1998 по 2005 год. Добрый вечер! Ну, давайте начнем с первой темы. Наши сегодняшние заявленные террористы из ДНР инициируют созвание Совета ООН о том, чтобы обговорить ситуацию в Украине. Требуют они миротворческих войск на восток и, в частности, миротворческих войск из Российской Федерации. Все мы понимаем, что сами они это не решили, да, что это им указка свыше из Кремля. Какую игру затеял Кремль, вот, на ваше мнение? Ту, которая начала с самого начала, с 1 марта, да, или с конца февраля в отношении Украины. Он ее продолжает цинично, наплевательски ко всем мировым стандартам отношения законодательства мирового, то, которое служило в посевоенной, ну, Европе и в мире после Второй мировой войны. Цинично, грубо, нагло, иногда даже с насмешкой. Вот данный случай, о чем говорит, о том, что они, как террористы эти, сейчас хотят созвать ООН. Какие террористы в какой стране за последние 20 лет созывали заседание ООН? Ясно, что никто это не сделал. Это делается российское парадистство в главе с Путиным. Поэтому наглость и циничности этих людей нет предела. Я не знаю, как их рассмотрят в данное положение в ООН, мне будет интересная реакция. Но, на мой взгляд, они просто ведут себя беспардонно и этим самым, во-первых, говорят тем, что они насаждают новый мировой порядок, пытаются насадить новый мировой порядок. И смотрят, как на это отреагирует мировое сообщество. Игорь, вы тоже считаете, что это, в общем-то, ну, как бы такой смех и показатель от России того, что, ну, мы с иронией можем делать все, что хотим и устанавливать мировой порядок? Можно было посмеяться, если бы не было так грустно. На мой взгляд, во-первых, они преследуют цель после так называемых выборов в дальнейшей легитимизации. Во-первых, им установку такую дает Россия. И сами они пытаются решать эти вопросы. То есть в этом направлении, в международном, в признании или очищении, значит, сделать следующие шаги. Кроме того, на мой взгляд, это показательно с точки зрения того, что одновременно было подписано с так называемой Абхазской республикой, якобы независимый договор о совместных вооруженных силах. Это такое звено в цепи, когда в свое время российские войска были введены в Грузию в статусе миротворческих, как это предлагается в сюжете предложенном. А теперь дело пошло дальше. Значит, было аннексированы две части Грузии, Южная Осетия и Абхазия. И теперь в одной из них продолжается, так сказать, углубление этого процесса. А фактически, и это будет происходить везде, где касается России, фактически присоединение территории к России. То есть вообще реализация имперских амбиций Путина. Вы считаете, что это заявление не подтолкнет, это заявление сделано для того, чтобы ввести миротворческие, так называемые миротворческие российские войска к нам? Ну, якобы их же попросили, да, там весь мир не отреагировал, но их попросили, поэтому это как легализация того, что российские войска войдут к нам? Конечно, для республик так называемых это, я уже говорил, легенитимизация для себя, а для войск российских, которые там, значит, один из вариантов, то их вообще не было, то вот где-то там какие-то специалисты, то... А теперь вот в таком виде уже можно сказать, что они там есть, как миротворцы, которые, значит, пришли установить мир на этой земле. Можно было бы добавить только то, что это не миротворцы, потому что для того, чтобы получить мандат миротворчества, нужно иметь решение ООН и определенных организаций международных, которые скажут, да, там нужны миротворческие войска, они примут такое решение, и туда можно будет ввести какой-то контингент войск под контролем этой организации. Но поскольку такое решение навряд ли пройдет, то как бы они ни назвали себя, это будут не миротворческие войска, и во всем мире их не могут так никак оценить. Но это даст какую-то возможность Путину, вот разыграет карт-бланш так перед ООН, что вы-то не реагировали, а мы-то пошли помочь. Да, вот точно так же, как в Абхазии. Вот точно так же, вот нагло, цинично. Вот нас попросили, мы зашли. Вот и все. Как будто бы их там не было с самого начала. Более того, я хочу развить эту мысль, что россиян уже предыстория и Путина, в частности, или в первую очередь, не останавливают те обстоятельства, что есть установленный международный порядок, кто, какие войска, в каких условиях могут называться миротворческими, кто может давать им мандат, ну и так далее. Когда возникали такие вопросы, особенно по государствам бывшего Советского Союза и республикам, они искали пути, например, что это от СНД миротворцы. Если это не срабатывало, они просто миротворцы как бы от России. Как тогда должен отреагировать мир на вот это заявление для того, чтобы перекрыть возможности входа российских так называемых миротворческих войск? Ну, очень бы хотелось бы, чтобы эта реакция не сводилась, как, в общем-то, в последнее время это делается, в выражении там негодования и прочее, а чтобы это было более существенно и более эффективно. Рычаги такие есть, особенно в сфере финансов, в сфере добычи, я имею в виду санкции, то есть экономика в России уже пошатнулась и теперь активно можно и нужно, на мой взгляд, помогать для того, чтобы отрезвлять руководство и, в первую очередь, Путина. Ну, теперь давайте уже непосредственно к такой военной тематике. Сегодня в сводках АТО Андрей Лысенко говорил о том, что, ну, что происходит там. Уходят сейчас российские военные, да, там тысячи военных уходят, но при этом через Изварина идут бронемашины, идет оборудование, идут там КАМАЗы с личным составом. Это ротация войск или это подготовка нового наступления? Вот на вашу мысль, что это? Значит, никакого там отвода войск нет и не было никогда. Там идет, вы правильно сказали, может идти ротация определенной части. Почему? Потому что у них же часть военнослужащих, которые исполняют обязанности в зоне АТО со стороны Российской Федерации, они отправляются в отпуск на 2-3 месяца. С ними заключают контракт и их отправляют туда, якобы в отпуске. Вот, а потом эти 2-3 месяца проходят, их отводят оттуда и так далее. Ну, есть и другие там варианты их действий. Дело в том, что, как бы они это ни говорили, там постоянное присутствие вооруженных сил Российской Федерации, постоянное, с начала, конца августа месяца. И второе, боевая техника и все остальное, что они допоставляют, здесь о том, что они сейчас там формируют, точно крепкие вооруженные силы, хотят сформировать, которые будут иметь возможность противостоять вооруженным силам России, Украины, извините. Поэтому ожидать от того, что там будет какое-то послабление, Россия уйдет и оставить их самих не стоит. И факт о том, что сейчас мы говорили перед этим об Абхазии, об этом яркое свидетельство. Поэтому там сейчас закладываются все, как говорится, камни фундаментные, для того, чтобы получился абхазский вариант. То есть вы тоже считаете, что, ну, как бы, да, там войска, я так понимаю, стоят для того, чтобы держать свою линию, да, но не наступать дальше или наступать дальше? Значит, тут вопрос сложнее обстоит в плане активности. Мы считаем также в том плане, что активность это будет, их не зависит от того, насколько тверда будет полиция Украины. Это первое. Второе. Активность они будут проявлять, почему, что им необходимо держать Украину в состоянии подвешенном, в состоянии войны. Поэтому там мира и начало заключения Минских соглашений никакого мира нет. Постоянно идет стрельба, гибнут люди и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы можно было в любой момент развить ситуацию в любую сторону, выгодную для них. Это для них, как говорится, палочка-вручалочка, которая в любой момент позволит им принять решение, которое будет использовано в целях для того, чтобы навредить как можно больше Украине или как можно больше плюсов набрать Российской Федерации. Поэтому ожидать от них того, что они не будут наступать, мы не имеем права. Мы должны готовиться к военным действиям и быть готовы к ним настоящим образом. Я хотел бы обратить внимание на ряд обстоятельств в связи с этим. Во-первых, они занимаются, понятное дело, как и украинская сторона подготовкой. И по количеству войск, собственно, вооруженные силы так называемых республик, по разным оценкам довели до где-то 25 тысяч. А россиян, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч. Ротации, вот выводы, на что там они обращают внимание или делают подачу соответствующую, в первую очередь, это связано с тем, что они тоже, так сказать, устают от введения. Тем более таких боевых действий, что на пороге зима, это более сложные условия, чем летние и даже осенние. Но концентрация не только в живой силе, но и по технике, сложной технике. Там до нескольких сотен брони единиц, до 400 с их стороны. И другого вооружения, значит, Искандеры по границе они поставили, вели новые средства противовоздушной обороны. Совсем недавно принятые на вооружение, имеется в виду, например, панцирь, такая система, зенитно-ракетные комплексы. То есть, создана за счет россиян. Это сложная техника, которую быстро не обучат. И поэтому, однозначно, расчеты российские. Если раньше они своих военнослужащих в это втягивали за счет того, что выводили в зону учений, а потом заставляли подписываться, что они уже не военнослужащие, а вот они добровольцы, а потом возвращали. Это теперь вот по той схеме, о которой сказал Иван Николаевич, связанная с отпусками. Отпуска там до месяца и так далее. А этот гораздо больше. И все это связано еще с одним как бы юридическим обстоятельством легитимизации власти в двух этих республиках. Они связаны с датой на 1 декабря. С 1 декабря все структуры, которые, так сказать, общенародные, которые находятся на этих территориях, они должны юридически переоформиться на новые власти 1 декабря. Начиная там школы, учебные заведения, предприятия, заводы и так далее. И вот используя этот момент, они поднимают вопрос, хотя и раньше это было, но сейчас более, так сказать, решительное, чтобы вернуть границы, предоставить им границы областей Украины, Луганской и Донецкой. И вот с новыми такими подходами выйти на новый этап работы и ведения переговоров в минском формате. Хорошо, но вот активизировались действия террористов под Мариуполем. Вот все-таки мы поговорим о военной тематике. Будет ли наступление на Мариуполь? Потому что, насколько я читала сегодня, что Россия подтягивает туда не только военную технику, но и средства по ремонту этой техники. То есть, та техника, которая будет сломана, они уже предполагают о том, что это будет долго, она будет оставаться там, подтягивают средства, которые будут ее чинить. Значит ли это, что мы войдем в стадию вот этой все долгоиграющей войны, и при этом будет наступление дальше на вот этот так называемый крымский коридор сухопутный? Ну, с одной стороны, это значит то, о чем вы говорите. А главное, это подчеркивает то, что они несут потери в этой бронетехнике сложного вида. Это говорит о том, что, значит, более эффективно действуют наши вооруженные силы по их уничтожению. И для того, чтобы поддерживать определенный уровень, боевой потенциал, они организуют таким образом, чтобы как можно больше техники восстанавливалось, ну, в районе ведения боевых действий, недалеко, то есть быстро восстанавливалось и снова поставлялось. То есть и это обстоятельство говорит о том, что они серьезно готовятся к новым боевым действиям. Хотя по количеству войск это не идет пока разговор о том, чтобы полномасштабы на начале войны, но для того, чтобы отставить позиции, которые формулируются и которые утверждены Москвой, то им восстановиться в границах, пробить коридор на Крым, что принципиально перед зимой там усложненная ситуация военно-экономическая. Кроме того, в Крыму им надо рассматривать и решать это. Поэтому по совокупности всех этих подходов они осуществляют соответствующую подготовку. А вы как, Иван, считаете, что вот чего ждать мариупольцам в ближайшее время? И пойдет ли, вот все-таки, я повторюсь про этот коридор крымский, с тем заявлением, которое сегодня Путин сделал, да, что они группируют группировку армии в Крыму, российской армии для защиты, не будет ли это тогда одновременно какое-то нападение со стороны Крыма и со стороны Мариуполя? Знаете, очень трудно сейчас прогнозы такого порядка давать. Вот, но ясно одно, то, что сосредоточена большая группировка войск в Крыму, порядка 20 тысяч, 25, более наружу, чем 25 тысяч. Вот, порядка 20-25 тысяч тоже в зоне АТО, внутри кольца, так сказать, нашего, который мы держим. Что позволяет, в общем-то, противнику достаточно эффективно провести, пытаться провести ряд операций для того, чтобы прорубить такой коридор, как вы говорите, в том числе через Мариуполь. Безусловно, конечно, жители города Мариуполя сейчас находятся в сложном положении, это мы прекрасно понимаем все, но больше всего-то они чувствуют и понимают. Для того, чтобы этот вопрос как можно снивелировать, сделать его менее способным, мы, конечно, должны сделать максимум усилий нашей политики и представителей вооруженных сил Украины, для того, чтобы мобилизовать все имеющиеся наши потенциальные возможности, сформировать все необходимые соединения части, механизированные, танковые, террористские и другие, для того, чтобы создать не только зону обороны, как сейчас там сказано, первая линия, вторая и так далее, в которой будут находиться наши войска для ведения оборонительного боя в случае их наступления, для того, чтобы иметь в тылу, в оперативном тылу, это порядка 50-100 километрах от этой линии, боеготовые соединения части, которые могут отразить любое нападение противника. То есть любая внезапно возникающая задача, как это, например, было под Иловайском, когда шло 6-8 батальонов российских, и мы обрушили весь Южный фронт в зоне АТО. Чтобы такого не случилось, нужны мощные резервы, и поэтому этому нужно присоединить сейчас очень сильные усилия. Я надеюсь, что... За какой срок можно собрать эти мощные резервы? Я думаю, что они должны были собираться с Минского соглашения, с начала сентября. И если их из этого времени собрали, то это кто-то очень... Не хочет, чтобы... Серьезно играется не в войну, а в воинушку, понимаете? Кто-то несерьезно подходит к ведению военных действий по защите нашего государства. Поэтому я думаю, что если такое случится, как под Иловайском, подобное, то общественность не просит руководителям ни политического ранга, ни военного ранга больше таких ошибок, как под Иловайском. Они должны из этого сделать выводы и действовать решительно, мужественно, и не останавливаться ни перед чем для того, чтобы эта задача была обеспечена. Потому что жители Мариуполя и других городов, которые находятся в пригородичной полосе, рассчитывают на защиту, как граждан Украины, защиту своей армии и государства от нападения. Ну, президент недавно, да, сказал о том, что мы готовы дать достойный отпор нападающим. Он же опирается на какие-то факты, на какие-то знания. То есть, как вы считаете? Ну, происходят известные процессы, о которых мы говорили, в том числе и в этой студии. За то время так называемое перемирие. То есть, по людям это прошла третья волна мобилизации. И поступившие люди, прошедшие определенную подготовку, они как раз и предназначались. В первую очередь, для пополнения тех частей, которые принимали участие. Во-вторых, по созданию резервов, о которых уже говорилось. По технике это изъятие из арсеналов, складов, восстановление боеготовности, их модернизация. Но эта техника, к сожалению, советская еще техника. То есть, она имеет определенные возможности, но прошлого века. То есть, морально устарела. Хотя и такая она необходима. Ну, и с другой стороны, направление деятельности по получению оружия более современного. И информация соответствующая шла. Это и у американцев, и последние литовцы, и поляки. Ну, и, в общем-то, ряд стран, на которых... То есть, по продаже техники, в общем-то, эта тема, как правило, всегда закрытая. Но идет и такая, значит, работа. Хотя здесь есть определенные моменты. Ну, например, по истребителям канадским, которые были предложены. Нужна ли нам такая техника? Почему отказались? Ну, хороший вопрос. Я хочу сказать, что принципиально нам такая техника нужна. Но это значит не только летательный аппарат, самолет. Это значит техника наземная, которая обеспечивает эти полеты. Это значит, и я подчеркиваю, это и оружие. Оружие на самолете — это летальное сброя, которую как раз они рассматривают, но не принимают решения передач. То есть, нам получаем как бы вооружение, вот оно есть, но применять его по-боевому нет возможности. Грузины, кстати, в свое время попали в такую историю. Американцы дали почти, так сказать, бесплатные вертолеты. А так называемый потом апгрейд, то есть обеспечение обслуживания, он стоил всего бюджета за год Грузии. Поэтому они были вынуждены по минимуму как бы их эксплуатировать, а в общем-то базироваться на старых... То есть, это надо иметь в виду и четко представлять. То есть, получить самолеты, поставить деньги, но нельзя их... Значит, это надо учитывать. И поэтому, если мы получаем в комплексе, а решения не с одним иностранным государством, пока принципиально полетальной сброи нет. Не договорено. Да. А здесь надо вот тогда, да, тогда получать. Этот процесс не быстрый, потому что всех надо переобучить. И здесь есть другое направление. То есть, в бывших странах Варшавского договора есть техника советская. Те же, например, МиГ-29, если это касается самолетов. У нас к ним есть, значит, ракеты. Ну, все остальное есть. Мы обучены, есть наземные и так далее. Поэтому, если получить даже просто самолеты из стран, которые передали бы, а сами перевожались на натовские, то для нас была это наиболее быстрая и эффективная помощь. Вчера президент Литвы, Даля Грибаускат, говорил о том, что Литва поможет нам будь каким видом оружия и той помощи военной, которая нам необходима. Что нам может дать Литва? Что они изготовляют или перепродают? Хочется, прежде всего, сказать слова благодарности президенту Литвы за то, как она поддерживает Украину в это тяжелое время. Это действительно один из наших больших друзей, которые пользуются авторитетом в Европе, в том числе. Поэтому спасибо. Что касается вооружения, которое применяется, может быть, нам в ходе этих переговоров поступить, это правильно, как сказал даже генерал-лейтенант, о том, что, прежде всего, все бывшее советское вооружение, которое находится в странах Восточной Европы. Но оно же тоже устаревшее уже. Ну, оно модернизировалось, оно поддерживалось и так далее. То есть, оно, будем говорить, не последнее слово техники, но это еще достаточно эффективное вооружение. Также и в странах Прибалтики, там после ухода Советской Армии остались склады, базы, не все же туда вывезли. Вооружение, значит, в странах бывшего социалагеря, так называемого, это на территории ГДР, на территории Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, тоже остались такие, значит, базы и вооружение. Это то, что, вы извините, это то, что им не нужно, они нам готовы дать? Нет, то, что находится у них на вооружении. Многое чего из них находится на вооружении. Но, поскольку они уже вошли в страны НАТО, и им нужны другие стандарты, то им выгодно, в общем-то, продавать хотя бы дешево нам эту технику или передавать ее. А покупать или передать уже натовское вооружение. Поэтому, я думаю, что один из направлений нашей поддержки, это будет все-таки летальное оружие, которое досталось от бывшего Советского Союза. Это может быть не только Европа, это может быть и другие страны. Давайте поговорим о тактике военных действий. Сегодня группа информационное сопротивление сообщила, что российско-террористические войска проводят подготовку к активным боевым действиям в холодное время года с применением тактики использования малых групп. Для этого задействованы специальные подразделения России, инструктора, которые будут, опять же, из России, которые будут обучать военных российских. Пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко на брифинге заявил, что нам известна эта тактика, и у нас есть противодействие. Расскажите поподробнее об этой тактике, что она из себя представляет, и какое противодействие против нее может быть. Я думаю, нужным в данном случае примером может послужить действие таких групп аэропорта Донецк. То есть, к сожалению, уже часть зданий пала под влияние боевиков, и на наши устойчивые, несмотря на очень сложные обстоятельства, которые там со всех точек зрения удерживают главные терминалы, старые, новые, но видя, что несут большие потери боевики, то вот они применяют эту тактику диверсионных групп. В ночное время у них достаточно много современной техники, обеспечивающей введение боевых действий группами диверсионными. В ночное время. Поэтому на большее они пока не могут идти. Они заходят в ночное время, ставят растяжки, устанавливают, и от этого гибнут в том числе наши киборги. И это они развивают, потому что на прямые атаки приносят очень серьезные. Есть даже заявления, если в интернете посмотреть, там разные оценки. Каждый раз новая группировка приходит, известный там комбат Моторола, например, и других подразделений делают заявление, что им надо через неделю, аэропорт будет их. До сих пор это не случилось, и поэтому они ищут разные, в том числе тот метод, о котором мы говорим. Но не только. Значит, они по событиям, которые происходят, например, в Харьковской области и непосредственно в самом Харькове, видим, что эти террористические акты распространяются не только в зону АТО, но и в ближайшие территории, и в частности по Харькову. Харьков – это очень важный стратегический центр, военно-политический, военно-экономический, ну, со всех точек зрения. И поэтому это один из объектов вообще в полости, на которую претендует, скажем, Путин в строительстве Новороссии как части русского мира. И поэтому уже за последнее время вот пять этих диверсионных, и это серьезная борьба. И, в общем-то, известно, как себя чувствовала Россия во время Первой и Второй, особенно Чеченской войны, подрывы домов известные, которые закончились только тогда, когда выяснили, что в части из них вообще принимали участие ФСБшники. Были в Рязани, по-моему, там город не столь важный, когда сами граждане не поймали. Так вот, здесь очень важное действие не только силовых структур, но самих граждан, условия войны. Надо прямо об этом говорить, и поэтому готовиться к этому, учить людей профессиональному подходу в этих обстоятельствах. К сожалению, мы вынуждены это делать, и это надо делать, надо обучаться для того, чтобы противостоять. Что нам необходимо для того, чтобы противостоять вот этим тактике малых групп? Я хочу добавить к выступлению следующее то, что я очень хорошо представляю, что такое диверсионно-развитительная работа внутри нашего тыла. Потому что мне приходилось все время командовать пять лет бригадой специального назначения, которая в основе своей боепоготовки занималась именно такими вещами. Хочу сказать, это большая угроза для Украины. В целом, не только для призоны АТО или ближайших районов, а для всей Украины угрозы. Потому что группы в составе от пяти до семи человек, или от пяти до десяти, а покрупнее до двадцати человек, могут взломать всю ситуацию в Украине полностью, дестабилизировать ее и привести, довести до такого, знаете, психоза, массового психоза, который будет очень негативно влиять на внутреннюю политику в Украине. Значит, и возможности у них на этот счет достаточно высокие. Прежде всего, чем эти возможности определяются, высота их? Тем, что у нас, на жаль, в зоне АТО нет четкого разграничения зоны военных действий, где противник, где мы. Свободная транспортировка и в одну сторону, и в другую грузов, людей, техники и так далее. Поэтому проникновение через зону АТО, из зоны АТО, окруженные нашими войсками, на территории Украины, любых диверсионно-развитетных групп, это, везде, за вернее, очень реально, и ничего им там практически не мешает. Также такие группы могут засылаться и через другую территорию, через границу с Украиной и Россией. Вы знаете, там у нас даже до Беларуси, там тоже практически нет серьезного контроля за этим вопросом. Хотя пограничные войска и другие пограничные, пограничная служба занимается теми вопросами, но она все не охватит. Поэтому угроза перехода к, будем говорить, такой диверсионно-разведной ударной войне, она очень сегодня актуальна для нас. На ближайшую зиму, до весны. Для того, чтобы возражать все вопросы в Украине. Я поддерживаю слова о том, что одно исправление этой стратегии или тактики, это вот события в Харькове последние, в течение последних нескольких недель. По этим событиям, кстати, и, по-моему, был задержан бывший майор милиции. Не важно, там могут быть и майоры, и государственные служащие, и военные бывшие, и так далее. Здесь очень аспект широкий при мнении людей, потому здесь не важно, кто будет, и искать виновь в какой-то определенной среде, это бесполезно. Поэтому, значит, что необходимо, прежде всего, нам, как государству, как системе защиты государства, органам, которые занимаются, это служба безопасности Украины, значит, Министерство внутренних дел, значит, пограничной службе, вооруженным силам, ну и, безусловно, всем руководителям на местах администрации районов, городов и так далее, нашему населению. В такой борьбе очень важна бдительность. Первое. Наши соответствующие органы должны подготовить соответствующие телефоны доверия, куда нужно немедленно сообщать любую информацию, которая будет перепроверяться. Это должно быть в органах беспеки или в органах внутренних дел. Когда подозрительные люди появляются, они сразу же сообщают и по ним начинают работать. Это второе. Она должна быть создана, не создана, а, если можно так, реставрирована или даже вновь создана структура, типа, значит, была СМЕРШ во время войны, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, в Советском Союзе. По борьбе туда должны входить представители. Это должно быть... Вот здесь очень важна роль штаба АТЦ, антитеррористического центра, который может именно вот такие группы создать, сформировать во всех регионах Украины и приступить к ихнему управлению. Кстати, это не его задача штаб АТО, что находится СМУ в штабе АТО, в районе АТО ведет якобы какие-то боевые действия. Нет их задачи. Вот их задача сейчас, вот именно вот эта, антидиверсионная борьба. Вот это, да, основной удар. Поэтому они могут сформировать из милиции, из СМУ, усилить вооруженными подразделениями, которые находятся в тылу нашего государства, эти, вот как ударными элементами, эти группы, и быть в готовности оперативно реагировать на будь какие проявления подозрительных лиц. Это первое. Второе. Зону АТО нужно закрыть, сделать коридоры пропуска. Их должно быть там несколько штук, а не так, как дорога, так значит зона пропуска возле блокпоста. Это не должно быть так. Запретить надо местным людям пересекать эту зону. И вправо, и влево. Как бы это не было им обидно там, и как бы это не ущемяло их неправа, но жизнь и здоровье тысяч людей других в стране дороже вот этой обиды. Поэтому это нужно сделать. Запретить, а сделать пункты пропуска, на которых развивать соответствующие всеми структурами работу для того, чтобы не пропускать подобных явлений. То есть не проникали подобные группы. Безусловно, что в самой зоне обороны, где они сейчас наши вооруженные силы готовят, первую линию, вторую, эта зона должна быть сейчас настолько ретельно проверена, взята под контроль для того, чтобы эти группы ни в ночи, ни в непогоду не могли проникнуть на территорию Украины. Есть еще одно направление очень опасное для нас, это южное направление по морю. Потому что в Крыму сейчас озероточена группировка войск Российской Федерации, среди которых занимает значительная численность, это спецподразделения, которые ФСБ, бригады специального назначения, диверсионно-развитетные группы, которые готовят соответствующие органы МВД, которые занимаются спецоперациями. То есть это те люди, которые могут засылать диверсионные группы через море. Не зря на то, что и сложные погодные условия, зима, но это для них не помеха. Поэтому этот канал тоже надо перекрыть. Есть еще один канал, это железнодорожный транспорт. Кстати, который курсирует между Донецком и Крымом, между Киевом и Луганском и так далее. Я когда этим вопросом столкнулся при изучении обстановки в зоне АТО и анализе ее, то мы определили, что оказывается поезд выходит из территории, занятой Крымом, и до Херсона, это более 150 километров, он никем не проверяется. Только в Херсоне его встречают пограничники и начинается проверка. По дороге можно несколько раз. Поезд при этом по дороге дважды меняет скорость из-за рельефа местности на очень маленькую низкую, которая позволит выбрасывать эти группы просто так, понимаете? То есть нам нужно... На Луганске и Донецке, я хочу поправить, прекращено принято решение, то есть они доходят до границы, где контролируются. Только с этой недели, по-моему, с этой недели прекращено. Поэтому нужно более серьезно подойти всем государственным органам, ну и органам местной власти. Хочу сказать, что приходилось работать в областях и районах, которые находятся на некотором удалении от зоны АТО. И меня просто поражает их безалаберность, безответственность в отношении безопасности, в отношении того, что не проводятся мероприятия, которые бы позволили сохранить граждан, уберечь граждан города от каких-то проявлений. Мероприятия какие вы имеете в виду? Имеется в виду безопасности, контроля на дорогах, на проходных путях, на железнодорожных вокзалах, на местах массового скопления людей. Вот, например, если мы с таким явлением, как в Ферсоне, объявили о том, что будет там забастовка в поддержку российскоязычных русского мира, как вы говорите. Вот. А приехали люди из Запорожья. Сто человек из Запорожья вышли поездом и начали проводить демонстрацию. Ни одного там херсонца среди них не было. Вы понимаете? То есть вот такие вот явления, местная власть должна разбираться в них и очень быть аккуратной и оперативно реагировать. Она должна очень плотно сейчас работать с военными, с службой безопасности и с МВД. И если они видят, что эти службы не обеспечивают надежности, они должны трезвонить во все колокола, чтобы общественность заставила политиков, чтобы политики приняли решение и эти силовые органы эффективно начали работать. Хорошо. Это мы говорим про те мероприятия, которые нужно проводить в Крыму. Что нужно сделать для того, чтобы закончились военные действия? Да, там Европа говорит о том, одни говорят про санкции, про дипломатические какое-то решение. Кто-то говорит о том, что все-таки надо помогать военным решениям. Что нужно делать? Нужна дипломатия или нужно все-таки военное действие, которое быстрее, может быть, это все закончит? В принципе, нужно все то, о чем вы говорили. Только важна последовательность, глубина и так далее. То есть Советский Союз, по большому счету, одна из серьезнейших причин, которая позволила развалить его, является экономическая, которая повлекла с собой социальные потрясения, со всеми последствиями, о которых мы знаем. Поэтому разговор о санкциях, причем санкции, которые возможности и такие есть, в чувствительной для России это финансовой среде, а также добывающей, нефтегазодобывающей. Они хотят осваивать Север, там у них всегда есть проблемы, и для того, чтобы это продолжать или продвигать, им нужны технологии, запреты на которые уже появились, и если это серьезно усугубит. Но Запад придерживается на случай, как бы, вот было сказано, но в то же время вдруг какая-то новая волна эскалации, тогда там будет возможно делать новый шаг. То есть они к этому относятся по-разному и реагируют. Ну, известно высказывание Штейнмайера относительно того, что не только в НАТО, а даже в ЕС, несмотря на то, что подписаны уже соответствующие документы, в Украине, в общем-то, далеко, и, значит, она не рассматривается. То есть они играют вот в игру умиротворения, хотя исторически очень много параллелей, как себя ввело окружение капиталистическое вокруг Гитлера в свое время, и, к сожалению, здесь очень много аналогий, которые могут привести к тяжелым последствиям для нашего государства и народа. Ну, а получение вот оружия, высокоточного оружия, летального оружия для нас, это может преломить ход военных действий, которые сейчас происходят? Конечно, получение современного оружия может преломить ход или, по крайней мере, сделать более опасным для противника наступательные действия или какие-либо другие. Но тут надо правильно понимать о том, что такое вооружение нам передать не так просто. Почему? Потому что наша система вооруженных сил и ее вооружение, которое находится, они находятся на постсоветском пространстве. И наши системы советские, сегодняшнее вооружение в Украине, оно советское по своей сути, оно очень сильно резнится с вооружением, которое находится в странах НАТО. И вот сейчас вопрос об авиации был, когда говорили о том, что не так просто взять самолеты. Авиация – одно из самых больных мест. Почему? Потому что для того, чтобы взять хотя бы один самолет на наш аэродром, нужно всю инфраструктуру обеспечения полетов и обеспечения этого самолета иметь на атомскую. Они не смогут там сесть и взлететь? Нет, они не смогут сесть и взлететь. Но обеспечение – это связь, это взаимодействие, это тыловое, техническое, это и ряд других вопросов, навигационные и так далее. Все должно соответствовать их стандартам. Тогда они эффективно будут работать. Но это тогда только пустые разговоры, тогда о помощи, высокоточной помощи орудиям и всем странам? Есть другие методы высокоточного вооружения, которые мы можем освоить и достаточно эффективно его использовать. Это высокоточное оружие, будем так, тяжелое стрелковое вооружение. Это противотанковые комплексы, заинтеракетные комплексы, это ночные разведывательные комплексы, артиллерийские и так далее. То есть есть ряд вооружений, которые мы можем легко освоить. Кстати, чтобы у нас не создавалось впечатление о том, что наша армия, наши офицеры и солдаты, они не могут освоить, они у нас очень высокообразованные и высоко подготовленные. Мне приходилось в натовских учениях не раз работать. Наши солдаты в течение дней схватывают все это натовское вооружение и пользуются ним не хуже, а то иногда лучше, чем сами они. Поэтому мы легко освоим любое вооружение, которое является индивидуальным применением или невысокотехнологичным применением, допустим, авиацией. Которому не нужна большая инфраструктура. Соответствующая этому вооружению. Поэтому думать о том, что мы получим от НАТО сейчас ударные самолеты или ракетные установки, дивизионы или батареи ракетные, это не будет такое, по всей видимости. Но думать и просить о том, что нам помогли с тяжелым стрелковым оружием, которые высокоточным оружием, чтобы нам помогли техникой, чтобы нам помогли хотя бы советская техника. Она достаточно эффективна, еще может работать, если ее привести в порядок и в хорошем состоянии нам. Значит, то этого будет на этом этапе сегодняшнем достаточно. Ну а что касается стратегических вопросов, то есть куда двигаться в Украине, это сейчас примет собой новым парламентом решение, по всей видимости, о том, чтобы мы возобновили движение в НАТО. И это, конечно, будет радикальный вопрос, потому что развивать вооруженные силы сегодня, ставить планы по его развитию невозможно без определения, кто твой союзник на ближайшие 25 лет. Это будет пустота от времени. Давайте сейчас вот про международное учение. Украино-американские учения Сибри с 2015 года. Их уже определили как отработка многоциональной операции по безопасности в кризисном регионе. Что они дают Украине? Имеют ли какое-то невлияние на агрессора? Испугается ли Россия? Это, может быть, сделать несколько шагов назад? Ну, Россия исторически не из пугливых и руководства, и вооруженные силы. Это одно из немногих государств, которые фактически постоянно, страна находится в состоянии войны, участия в локальных войнах. Это, так сказать, от Советского Союза, потому что фактически у нас Америка. Что тогда они дают Украине эти учения? Они дают, ну, во-первых, поднимают уровень выучки и взаимодействия между вооруженными силами. Нам нужна такая поддержка. И с учетом как бы наценности и перспектив вступления в НАТО, это практика, которая позволит двигаться дальше, с одной стороны. Кроме того, как всегда, такого рода учения – это демонстрация силы, безусловно. То есть это военно-политический, ко всему прочему, акт, который надо демонстрировать постоянно. Не только Россия показывает эти обстоятельства, но мир тоже, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки хочет и может это делать. Приближает ли это нас к вступлению в НАТО? Да, приближает, безусловно. Мне приходилось, будучи начальником родовойск вооруженных сил, принимать до 10-15 учений в году, проводить учения с иностранными армиями, в том числе с НАТО. И хочу сказать, что это очень достаточно сильно сближает наши воинские компоненты, и не только в военном плане, между военнослужащими на уровне военных, но и между политиков. Потому что каждый проведенный такой акт с какой-либо, с НАТО или с государством из НАТО, это, прежде всего, правильно было сказано, военно-политический акт. И его проявление является тем, что Россия это воспринимает, должна воспринимать, я думаю, так она и воспринимает, что поведение данных государств, которые нас поддерживают, участвуя в учениях, может быть тоже ведь не совсем просчитано правильно Российской Федерации. А если они возьмут и поддерживают нас по-настоящему, по-военному, в случае каких-то их действий агрессивных дальнейших. Поэтому все это есть сдерживающий фактор, в том числе. Другая роль в том, что Россия убедила себя, и Путин убедил себя в том, что никто не посмеет тронуть Россию. Как он сказал недавно, вот я читал его сообщение о том, что на корреспондент он ему ответил такое, что мы Крым захватили, взяли, потому что мы сильнее всех. То есть мы, мол, никого не боится, мы себе это можем позволить. Ну это не слегка так закрутили, в плане, что они сильнее всех, потому что Россия и НАТО это несоизмеримые величины. Есть очень такой серьезный баланс, который это ядерное оружие. Вот в этом вооружении, конечно, они, ну не партнеры, будем говорить, по равности, но в какой-то степени есть равновесие. Вот. В остальных силах, средствах вооружения, обычного вооружения, Россия далеко отстает от НАТО, и она с ним никак не может соперничать. Один из маленьких примеров. На сегодняшний день в России находится порядка 17 танков, тысяч танков, по данным экспертов. А, например, такая страха в США имеет порядка 4,5 тысяч. В то же время у них 17 тысяч боевых самолетов в США, а в России их порядка 4,5 тысяч. То есть, видите, ситуация такова, что если компоненты военные НАТО... Иван, да, у нас просто я хотела еще один вопрос, у нас осталась одна минута. Вот сегодня Сергей Нарышкин заявил о том, что давайте уберем из НАТО США. Это показывает то, что именно они не боятся Альянса без армии Америки. Нет, это говорит о том, что они просто блефуют на международном этом поле, для того, чтобы тут разные такие дикие идеи. Потому что НАТО, это после дела стержня НАТО США и Англии. А вы как считаете? Ну, что они блефуют, это точно, потому что в свое время было даже предложение России рассмотреть вопрос о вступлении России в НАТО. То есть, надо просто понимать, какой союз для чего предназначен и с какими целями. Поэтому это очередной элемент или сцена спектакля, которую разогревает Путин и его окружение. Еще в 1997 году, когда я был в Брюсселе, значит, перед нами выступал представитель НАТО. Значит, и один из вопросов, который я ему задал, говорю, зачем, я говорю, пытаетесь принять в НАТО такие страны, как Польша, Прибалтика или другие, примите в НАТО Россию, и на этом все вопросы у вас решатся. Как они были возмущены таким постановкой вопроса и не моим непониманием того, что я предлагаю. Мы говорим, евроатлантическое содружество. У нас другой подход к мироощущению, не ощущению, а к мировым проблемам. То есть уже издавна никто с Россией не хотел друзей, потому что ожидали... И Россия в данном случае должна входить туда по законам НАТО, если хочет войти. То есть она должна провести те же мероприятия, которые сейчас нужно провести... К сожалению, Россия не принимает никаких законов, только, да, своих. Украина, да. Да, спасибо большое, что вы были с нами. Я напомню нашим зрителям, что сегодня гости студии это Игорь Романенко, военный эксперт, профессор, доктор технических наук, генерал-лейтенант запаса. И Иван Якубец, член экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения, командующий воздушно-десантных войск Украины 1998-2005 годов. Спасибо, что вы были с нами. Еще раз мы встретимся с вами в 22.00 в новостях. А завтра в 21.00 в программе «Важный день» обговорим наиболее важные завтрашние проблемы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова